Успешный возврат, выпуск номер 6. Отказ в претензии. Читаем комментарий зрителя. 2023 год. Все сделала, как вы сказали. Пишет Яна Я. После отказа в претензии я составила черновик жалобы в Роспотребнадзор и иск в суд. Написала от руки, попросила передать директору. И точно на следующий день позвонили, сообщив о возврате денег. Спасибо за науку. Вот такие коротенькие три строчки на самом деле несут много интересной информации. Давайте вчитаемся внимательно. После отказа в претензии. Это очень важно. Многие люди полагают, что до сих пор, если им отказали в претензии, то на этом магазин выполнил свои обязательства. И я почти каждый день пишу. Отказ магазина по претензии не снимает с него ответственности, не отменяет ее действия. Действия этой самой претензии. То есть, если вы подаете претензию в магазин на возврат денег, и, соответственно, вы уверены в своей правоте, вы потом предупреждаете магазин, что в вашу пользу будет набираться неустойка. На седьмой день магазин вам отвечает и говорит, например, мы не нашли в вашем товаре брака, поэтому никакой неустойки не набирается. Вы напоминаете магазину про неустойку через неделю после этого. Он говорит, какая еще неустойка? Мы же вам ответили, что ваши требования выполнять не будем. В товаре нет недостатка. Так вот, если вы, например, докажете, что в товаре есть недостаток, или сделаете свою экспертизу, или через суд, то, несмотря на ответ магазина, в вашу пользу будет набираться неустойка. И он магазин ее заплатит. Почему? Потому что отказ по претензии не отменяет ее действия. Вы должны всегда понять, что нужно прекратить относиться к претензии как к сильному аргументу. Многие приходят и говорят, я вот у магазина попросил возврата денег, а магазин мне отказал. Ну ладно, я им тогда даже претензию написал, а они вот какие все равно отказали. Да ну эти магазины, не найти на них средств эффективных. Так все так не работает. Претензия это не усиленный аргумент. Это не то, что надо делать после того, как вы просто попросили магазин и думать, что это будет усиленная просьба. Нет, претензия это одностороннее уведомление магазина о том, что вы предъявляете требования и дальше с 10 дня начинает набираться неустойка. Неважно по какой причине ответил, не ответил, проигнорировал или все что угодно сделал другой магазин, неустойка все равно набирается. И вот здесь, смотрите, Яна и Я получают отказ в претензии. И в принципе магазин дальше на любые ее действия может говорить, мы же вам отказали, мы же вам отказали, мы же вам отказали. И будет его позиция понятна. Но Яна и Я составляют черновик жалобы искового заявления и просит передать директору. То есть не приносит это как-то официально, а просто через сотрудников говорит, вот передайте директору, раз вы не понимаете, я готова дальше действовать через суд. Вот уже готовое исковое заявление, вот мне только его занести на Ленина 34 дробь 1 с 11 до 18 часов по будним дням в такой-то кабинет. И какое сразу отношение к вам? Понимаете, да, на каком языке можно разговаривать? На языке точных фактов, конкретных действий. Чтобы сотрудник видел, что вот вы в одном шаге от того, чтобы взять и занести исковое заявление. И он уже понимает, что вы знаете куда, как, а что заносить, так вообще перед ним уже все лежит. И тогда он понимает, что кажется вы попали в группу проблемных клиентов, то есть те, которые похоже своего добьются. Ведь главная особенность магазина не сделать товар невозможным, а сделать его неудобным. И как только вы это понимаете и готовы преодолевать неудобства, вы свои деньги вернете. Потому что расчет у магазина такой. Мы сделаем возврат товара неудобным, придумаем припоны, проволочки, преграды. И тот, кто потребитель грамотный, ему отдадим. А вот те, кто на этих этапах сольются, кто сдадутся, кто не поймут как действовать, тем не будем отдавать, либо вообще они забросят дело, либо в ремонт товар возьмем. Вот идея магазина. То есть магазин оставляет 20% случаев на то, чтобы возвращать деньги. 80% чтобы пытаться отфутболивать и мурыжить потребителей. Вот ваша задача, самое главное действие в написании претензий, перейти в группу грамотных потребителей. Но даже если на претензии магазин отвечает отказом, игнорированием или еще чем-то угодно, вы должны понимать, что претензия все равно действует. И дальше вы просто идете по пунктам, которые написаны и перечислены, точнее в видео, возврат товара по гарантии, полный порядок действия. Это самое важное, фундаментальное видео на канале. Вы его смотрите. Там прямо первое действие. Прийти и попросить в магазин. Второе, написать претензию. Третье, напомнить про неустойку. Четвертое, черновик жалобы в Роспотребнодзор. И вот у нас зритель так и сделал. И принес это все директору. Просто передали. И на следующий день позвонили, сообщив о возврате денег. Почему так происходит? Потому что магазин, он, знаете, как бы держит вот это уверенное лицо. Четкий голос. Изображает, что это отработанная годами система. Что он точно все знает, как будет и как все пойдет. Но только когда вокруг люди. Только когда вы напрямую вот так магазину что-то просите. У магазина просите. А когда же он посидит, поисучает ваше письмо. Прикинет, что скорее всего, если дело дойдет до суда, то он вернет вам стоимость товара. Плюс неустойка еще 100% стоимость товара. Плюс штраф за доведение дела до суда. И вот уже пылесос за 10 тысяч рублей превратится в то, что магазину придется возвращать 30 тысяч рублей. И магазин думает, нет, ну я, конечно, может выиграю в суд. А может нет. А если не выиграю, то платить 30. А может проще 10 и все, и вопрос закрыт. Тем более пылесос вернут, мы там очень починим, сильно в минус не уйдем. И магазин возвращает, соответственно, вам деньги. Так бывает почти всегда. У нас есть отдельная рубрика, называется реальный возврат. Мы там разбираем сложные случаи, где магазины упорствуют и так далее. Но так бывает редко. Рубрика «Успешный возврат», в которую мы сейчас добавляем видео, которое мы сейчас смотрим, она как раз о том, что в большинстве, в статистическом большинстве, то есть 99% случаев закончится, когда вы просто напишите претензию. А если потом еще напомните про нее стойку и перенесете черновик в Роспотребнадзор жалобы или черновик искового заявления в суд, то магазин с огромной вероятностью вам вернет деньги. А те случаи, когда он это не сделает, это либо случаи, когда вы точно не правы, хотя такое бывает очень редко, или когда вы попадаете в очень редкую ситуацию. Такие ситуации мы как раз и разбираем. Но вы всегда можете пойти в суд и не проходить даже все эти этапы и легко выиграть. Мы, опять же, напоминаю, рассматриваем ситуацию как эффективно и легко даже в досудебном порядке вернуть деньги, как существенно повысить шанс на это. Но стопроцентного способа не существует. Есть лишь ваши действия, которые увеличивают шанс. Поэтому смотрим видео, учимся, действуем грамотно. Если видео было полезным, если вам понравилось, как человек вернул деньги, Яна, я молодец, поздравляем с успешным возвратом и грамотными действиями. И если вам все это нравится, можно меня поддержать по номеру карты в описании. Вот он. Можно кинуть маленький благотворительно несущественный донат. 30-50-70 рублей мне будут в пользу, вам сильно, надеюсь, не убудет. Если, опять же, это для вас критично, не надо кидать. Но если хотите поддержать маленькой суммой, в расчете, что вы поддержали, другой поддержал, все поддержали. И вот уже мои затраты по видео на съемку, оформление, монтаж, выкладывание немножечко окупаются. Тогда будет очень здорово. Буду вам искренне благодарен. Поэтому, кто хочет поддержать, номер карты в описании, скопировали, вставили, кинули донат, написали добрый комментарий. Я улыбнулся, вы улыбнулись, всем хорошо. А мы с вами увидимся в следующих видео.